всем привет сегодня будет очень интересное видео сегодня я покажу свою вторую тренировку которая была у меня в турции да ребята я в турции тренировался представьте на ул инклюзиве где куча бесплатного алкоголя куча жрачки и я тренировался вот вторая моя тренировка это тренировка спины тренировка спины на массу если вы смотрите мои видосики то уже знаете что любая моя тренировка начинается с тренировки ног и это не исключение обязательно разминка и собственно начинаем приседать зачем мы начинаем приседать перед тренировкой спины вы должны уже знать но если вы смотрите первый раз у меня видео на канале то посмотрите другие видео шутка в двух словах расскажу что приседание это обязательная часть каждой моей тренировки я приседают я делаю где-то три подхода на 15-20 повторений в начале тренировки это не занимает много времени примерно 30-40 секунд между подходами отдых сам подход занимает около 40 45 но точно больше 30 секунд и обычно как раз то получается 15-20 повторений это дело для того чтобы закислить мышцы ног и состояние стресса которая создается в процессе такой тренировки организм начинает выделять гормон роста а гормон роста нам натурально тренирующимся это очень и очень главное и важная составляющая прогресса успеха это фактор роста который заставляет организм расти поэтому он и называется гормон роста вот с помощью таких приседаний очень хороший идет гормональный отклик от организма и он начинает вырабатывать достаточное количество гормона роста чтобы вы могли потренироваться данном случае я хочу направить этот гормон роста мышцы спины тренировка будет тяжелая объемная сразу хочу предупредить напомнить да что большинство моих видео на канале и это тоже не для новичков но я постараюсь пояснить чем будет отличаться тренировка для новичков или для тех кто тренируется даже просто первый год зале это это тренировка будет направлен для тех кто уже довольно много имеет опыта скажем так да то есть это что значит много опыта я имею ввиду что вы уже тренируетесь зале больше года это точно вот я уже много лет тренируюсь но если вы тренируетесь меньше года возможно для вас это тренировка бы слишком объемная поэтому я бы посоветовал вам ее сделать объем тренировки наверно в два раза меньше это точно чтобы чтобы не было перетренированности да опять же на этот на этой тренировке я тоже делает довольно большие веса вот но вы цепляете на приседания небольшой вес тот вес который вы можете сделать очень технично и правильно 15-20 повторений да здесь я сделал чуть больше вес просто потому что в этот день мне захотелось по приседать более большим весом но я скомбинировал и с легкими весами по приседал и с большими весами как большими весами то есть на вот час на штанге 80 килограмм висит с таким весом не каждый присядет 15-20 раз да поэтому вы можете присты с таким весом 10 раз но я бы рекомендовал этого не делать а приседайте trip подхода по 15-20 раз с перерывом на коротким с коротким перерывом 30-40 секунд этого будет достаточно чтобы вы не напрягали ноги свои большими весами поработайте с маленьким весом поверьте ногам будет достаточно и гормональный отлив был просто отличный вам нужно добиться закисления в мышцах ног а с весом 80 килограмм закисления добиться сложно вот просто нет отдельного дня тренировки ног и поэтому я комбинирую немножко объединяя тренировку и делаю вот с таким весом тяжелым да сейчас уже будет сейчас уже у нас будет 100 килограмм на 100 килограмм на штаны ребята хочу рассказать давайте так как при приседании у меня каждое видео я уже много рассказал по поводу ширины по поводу ширины вашего вашей стойки да хочу рассказать еще раз возможно у вас до сих пор остаются какие-то вопросы по поводу этого у меня рост 185 сантиметров и я стараюсь приседать довольно широким широкой постановкой ног вы можете сейчас видеть то есть это не такая постановка ног как например при тяге сумо да но это и не узкая постановка окна ног на ширине плеч скажем так это это стойка чуть-чуть шире плеч в которой я стараюсь присесть максимально глубоко насколько я могу насколько мне позволяет моя гибкость для этого я постоянно растягивать чтобы приседать глубже вот но гибкость у меня на самом деле не очень я с детства не очень гибкий вот поэтому я растягиваюсь постоянно и постепенно делаю успехи в этом и постепенно стараюсь заставить свой организм приседать глубже потому что это более эффективно приседания в это больше лучше растягивайте мышцы вот и выбирайте стойку если вы высокий попробуйте поэкспериментировать разные стойки вот попробуйте с такой стойкой как у меня чуть шире плечей но здесь акцент смещается на наружную часть ног вы должны это понимать нога работает полностью но какой-то акцент все-таки смещается если вы поставите ноги узко то вы сместите нагрузку внутрь ног надеюсь вы понимаете да о чем я говорю вы можете так тоже в принципе варьировать то есть в принципе это нормально если вы будете делать какой-то день например с узкой постановка ног а другой день вы будете делать более широкой постановкой ног таким образом вы будете скажу так более полноценно прорабатывать свои ноги я рекомендую все-таки так делать принципе ногам организм скажу так все равно как какую часть ног вы тренируете лишь бы вы тренировали на 15-20 раз и закисляли мышцы ног таким образом вы получите этот гормональный отклик который нам нужен для натурального тренинга поэтому иногда приседайте узким узкой постановкой ног иногда более широкой а еще как вариант включайте иногда в свои приседания такие живот как здесь сейчас были памповые дат иногда включайте выпады вы можете потренировать каждую ногу отдельно в начале тренировки это тоже заставит поверьте очень сильно закислиться ваши мышцы возможно даже как-то по-новому прочувствуете но вы должны понимать что выпады делают акцент на ягодичную мышцу и если вы не планируете себе качать эту часть ног до ягодицы потому что возможно вы просто не хотите да чтобы сильно гипертрофировалась это мышцы то вы должны понимать что выпады тогда не нужно делать каждую тренировку делайте просто например через тренировку но иногда все-таки нужно делать выпады и это последнее время практикую мне нравится как это работает и очень хорошо чувствуется мышцы скажем так они наверное более полноценно все таки тренировать будут ноги если вы будете иногда включить выпады возможно даже вы сможете задействовать те мышцы которые не работают когда вы приседаете просто со штангой стандартное приседание попробуйте своей программе так сделать иногда включайте выпады но выпады нужно будет делать не на одну но потом на левую направо на левую направо на левую на право да вы должны будете делать сначала 15 на одну ногу выпадов или 15-20 повторений с маленьким весом штанга на плечах а потом вы переходите на другую ногу это же делаете 15-20 повторений то есть таким образом вы будете пампить свои ноги потому что если будете делать то одну но ту вторую ногу ту просто кровь с ноги уйдёт и не будет никакого папин они какого закисления по крайней мере не будет такого сильного закисления как должен быть поэтому попробуйте делать поочередные приседания в начале тренировки если вы тренируетесь на 15-20 повторений и делаете выпады так после приседаний так как эта тренировка спины я очень очень сильно вам рекомендую делать вот это упражнение это очень крутое упражнение не забывайте делать не ленитесь вот допустим я не сильно люблю все это упражнение но это действительно очень нужно для вашей поясницы заметьте кстати я приседаю практически всегда без пояса тоже для того чтобы поясница укреплялась то есть я не одевая тяжелый атлетический пояс на приседаниях только самых тяжелых подходах очень важно иметь крепкую поясницу это убережет вас от травмы и не забывайте пожалуйста делайте это все вот именно такие экстензии это действительно хорошая профилактика и укрепление вашей пояснице и для вашего позвоночника это просто очень полезная штука делайте просто это это небольшой скажем так вам хочу показать здесь где я вообще тренировался да это турция это очень крутой отель мне очень понравилось получилось взять по хорошей цене доступной вот немножко был конечно не сезон это был конец ноября но температура была просто классная и ну правда было жарко тренажерном зале в этом почему-то в турции не повесили кондиционер я вот этого момента кстати не понял потому что по всему отелю есть кондиционеры отражена в зале не было было довольно жарковато тренироваться но хороший зал хороший крутые там бассейны и хамамы в этом в этом отеле много бань сауны действительно отличный отель понравился тренироваться много немцев было но отель конечно очень крутой ребята очень классно если будут какие-то вопросы по поводу какой-то отель задавайте в комментариях я отвечу так приступаем смотрите ребятки какой вид за окном ах блин я уже опять хочу туда итак не забываем ребята разогреваться в любом упражнении которые вы делаете в зале сколько бы вы лет 3 не тренировались какой бы вы опытный крутой не были если даже вы уже огромный дядька как дуэн джонсон но ребята все равно не забывайте разогреваться вот цепляйте вот такие маленькие веса неважно кто на вас смотрит что вас думает грейте свои мышцы пожалуйста помимо ваших мышц должны разогреться еще ваши суставы и это будет залог безопасности вашей работы последующей я сейчас не практически скажем так не делаю а иногда полную тренировку как здесь вообще не делаю не делают тяги со штангой в наклоне да это очень но много людей это упражнение делает такое многими любимое упражнение я когда-то дошел в этом упражнении до 100 килограмм очень вздумайтесь стаки 100 килограмм в тяге в наклоне на спину вот я тянул это было очень эпично смотрелось очень круто в зале наверное все оборачивали смотрели я так думаю да многие нам думали что просто с головой на какие-то проблемы что с таким весом тяну но вы знаете я делал это технично я не первых с поясом я это делал я это делал с прямой спиной и я ничего не не травмировал все было отлично я делал это с идеальной техникой дел с идеальной техникой но я тянул 100 килограмм при собственном весе я это где-то было два года назад я весил где-то к 70 килограмм сам и вот с таким весом я тянул на спину тяну штангу наклоне и ребятки спина моя не росла от таких больших весов вот ну конечно самолюбия возможно росло но вот спина не росла а так как зал я хожу для того чтобы добиться все-таки роста мышц я очень сильно сбавил веса рабочие и постепенно перешел на тягу штангу наклоне сборники с более маленькими весами это где-то примерно 40 килограмм даже возможно то есть это больше половины я сбавил и начал делать на большее повторений и сконцентрировался сконцентрировался на том что начал лучше чувствовать спину они просто тянуть 100 килограмм потому что там включалась слишком много вспомогательных мышц и спина моя не получала нагрузки возможно я становился сильнее но мышцы не росли понимаете такой тренировки вот постепенно я пришел к тому что я не использую практически вообще не использую тягу штаны и наклоне и более того я начал больше работать на тренажерах иногда делаю полностью тренировки на спину полностью на тренажерах и вы знаете когда это сделал все вместе дало такой результат что я просто поменял уже одежду до excel ки хотя у меня всегда раньше было или м к размеру или элька что-то среднее теперь уверенно excel к то есть всю одежду пришлось поменять я считаю вот таким образом можно понять идет у вас результат или нет растете вы или нет то спина моя выросла от небольших весов довольно скажем так скромные веса я в принципе вообще не сильно заморачиваюсь какие у меня веса стоят да я веду дневники записываю стараюсь чтобы веса прогрессировали чтобы тренировки тренировки веса росли но иногда иногда ребята веса могут и не расти а результат все равно будет получаться хороший потому что организм это очень сложная система иногда одни и те же веса могут вызывать разные стрессы допустим вчера вас 40 килограммом было легко да а сегодня стало 40 килограмм тяжело и в этот день стресс пошел отлично для организма поэтому больше просто прислушивайтесь к себе и работайте с адекватными весами чтобы самое главное ключевой фактор после того как вы разогрелись вот в этой тренировке вы увидите будет три круга круговая скажем так тренировка да то есть упражнение будет делаться по кругу и в каждом подходе каждом подходе когда вы выйдете на свои рабочие веса вы должны доводить свои мышцы до отказа но до отказа скажем так то есть самостоятельно чтобы вас никто во первых не страховал и отказных вы должны сделать один максимум два повторений лучше вообще одно в каждом подходе вы делаете одно отказное повторение больше не делайте таким образом если вы достигаете каждом подходе отказа то вы гарантированно будете давать стресс своим мышцам и возможно вес будет даже не такой как был вчера возможно станет чуть меньше но вы все равно дойдете до отказы в нужном диапазоне повторения например на этот тренировке я делаю 8-15 повторений вот в этом диапазоне нужно добиться отказа обратите внимание на вот это сейчас упражнение это обратным хватом тяга тяга верхнего блока до обратите внимание и это довольно сложное упражнение вот сложно почувствовать но попробуйте его поделать его и попробуйте ощутить действительно мышцы спины в этом упражнении поменьше тяните руками тяните локтями вниз вес и попробуйте почувствовать как хорошо растягиваться ваша спина это очень хорошие упражнения для спины забывайте растягиваться после или каждого или там просто несколько раза тренировку лучше после каждого подхода растягивайтесь немного растянули мышцы и продолжаем дальше то заметьте да идет круговая тренировка я сделал тягу верхнего блока потом сделал другого типа более маленький весом тягу верхнего блока обратным хватом а теперь я прихожу к тягу блоку к животу то есть это уже идет по сути третье упражнение здесь есть несколько вариаций упражнения выполнение этого упражнения вот я сейчас специально не растягиваю мышцы в конечной точке до начальной точке 100 откуда мы начинаем тянуть вес вот иногда я практикую хорошее растягивание спины вот в этой точке здесь есть два подхода к этому мышцы одинаково хорошо работают в обоих случаях и когда вы растягиваете нет но более важно в этом упражнении не отодвигайте свою поясницу спину назад когда вы делаете тягу животу вы можете растягивать наклоняясь вперед немного опять же наклоняться вперед и правильно растягивать мышцы спины но не отклоняйтесь назад вот предыдущем упражнение которое было тяга что тяги тяга блока к животу вот еще одно классное упражнение действительно очень крутое но научитесь в этом упражнении тянуть локтями вниз не гоните за весами почувствуйте это упражнение здесь есть большой соблазн просто качать бицепс они спину все вы должны очень классно почувствовать здесь спину опять же очень хорошее растяжение идет верхней точке просто супер ребята я сейчас очень классно тренировку показываю мне самому она очень нравится и попробуйте возможно не все упражнения сразу за раз до пробуйте может возможно сделать меньше этих упражнений но можете разбить на несколько тренировок даже эту тренировку и попробовать все эти упражнения на себе и какой вы лучше ощутите вот видите это был круг то есть по сути там было аж четыре упражнения еще раз это это начинается у нас второй круг и еще более более наверное правильно будет всего бы таких три круга более правильно будет в первом круге не доводить до отказа даже так почти доходить до отказа но останавливаться потому что в первом круге все таки вы еще более менее греетесь и нагоняете кровь мышцы спины и еще возможно это будет слишком много отказов если будет все всех трех кругах у вас будет отказы тут нужно чувствовать каком упражнении вы можете дать в каком вы не можете дать отказ лучше наверное будет просто если вы в первом круге не будете делать общие отказы а вот доходить практически до них и останавливаться за один-два можно даже повторения до отказа а вот во втором круге сейчас начинается второй круг и опять упражнение номер один это тебя блока сверху вы уже добиваетесь отказа выходите постепенно на свои максимальные веса добиваетесь отказа можете даже сбавить чуть вес и еще доработать до или обратным хватом или таким же хватом на работать всегда растягивайте верхние точки этого упражнения спину то есть возвращайте руки положение вверх это это важно важно скажем так важный фактор вот еще одна вариация смотрите я сейчас делаю немножко отклонившись назад и делаю опять тягу блока но уже чуть-чуть под другим углом это больше идет акцент на толщину спины я сбавил вес и просто доработал вот под таким углом да во первых я очень часто импровизирую на свои тренировки им иногда сам не знаю какая мне будет тренировка это такой подход позволяет заставить ваши мышцы каждый раз удивляться потому что действительно когда ты начинаешь импровизировать то твой мозг вообще не понимает что ты будешь делать на этой тренировке потому что ты просто под настроение можешь поменять себе упражнения как и я делаю здесь просто захотелось мне сделать это упражнение и это классно работает потому что вы не даете своему мозгу привыкнуть к этим упражнениям а если он не привыкает то он реагирует большим стрессом на эти упражнения потому что вы если увидели первом круге я делал обратным хватом тягу блока с маленьким весом дорабатывая здесь я просто поменял сделал по другим углом и это разнообразие у меня никогда не повторяться тренировки вообще никогда то есть каждая моя тренировка все равно она всегда другая она похожая но она все равно другая потому что что-то я всегда добавляю что-то новенькое и я очень рекомендую вам делать то же самое вот это уже упражнение номер три на втором круге да мы опять возвращаемся к тяги блока к животу еще раз обратите внимание то что я в предыдущем предыдущий раз что вы не отклоняетесь в этом упражнении назад очень я в часто вижу зале такую ошибку люди просто как на грибном тренажере каком-то вот вот я сейчас беру в начале да вот этот клонившись назад это только в начале так сделал теперь вы фиксируете свою поясницу и фиксированном практически фиксированная позиция вы начинаете тянуть животу вы не отклоняетесь назад вы должны тянуть только спиной понимаете вы не должны эту поясницу качать должны качать спину но можете можете растягивать ее и нагнается вперед это абсолютно нормально это даже иногда нужно делать чтобы растянуть хорошо если вы опять же если вы чувствуете нормально это вот это растяжение если не чувствуете просто не растягивать это да лучше вообще у тебя сейчас сбавил вес и дорабатываю дальше в этом упражнении сводить надо лопатки за спиной и максимально заводить локти назад насколько вас позволяет ваша растяжка по ощущениям так как веса довольно большие получается так как тренировка на массу тяжело здесь иногда сложно заводить руки назад ну вы можете сбавить всегда вес и доработать из доделать все-таки более полную амплитуду руками смотрите какая красотяжка здесь вообще просто бассейн водичка на бассейне кстати было прохладно уже не купался но море было отличное в конце ноября в турции я первый раз там был в турции не знал что конце ноября вообще бывает такая крутая погода и упражнение номер четыре мы опять дорабатываем очень хорошее упражнение смотрите локти идут к животу но они как будто бы идут смотрите от корпуса как можно дальше то есть вы не вы не тянете бицепсом вы не тянете к веревку куда-то там груди себе до локти должны идти практически к животу смотрите как можно ниже и эти локти идут как можно ниже к животу таким образом вы включаете здесь максимально спину не обязательно доводи дотрагиваться живота то есть насколько у вас ваша физиология вам позволяет делать это упражнение важно просто не включать руки вот еще заметьте если вы заметили я обычно тренирую с лямками с кистевыми лямками и я считаю что потренировать спину серьезно по-настоящему без лямок практически невозможно опять же по той же причине что вы это очень сложно без лямок отключить полностью предплечье отключить мышцы рук лямки позволяют сосредоточиться на тренировке спины и позволяют максимально отключить руки и поработать хорошими весами и это круто ребятки очень круто а сейчас вы видите детей от экранов стариков потому что я снял футболку да я первый раз по моему тренажерном зале вообще снял футболку вот ребята по двум причинам смотрите во первых зале реально очень жарко во вторых возможно вам так будет лучше увидеть как работают мышцы спины ну и блин просто было жарко я на отдыхе я захотел потренироваться без майки надо как-нибудь попробовать потренироваться вообще в одних труселях очень классно на отдыхе вот здесь людей было в зале практически я по моему здесь один был по моему потом пару человек всего лишь подошло зал полупустой действительно ну вот если в зале занимаются девушки да но наверное не нужно раздеваться снимать футболку если там одни мужики если какой-то такой суровый мужской зал то в принципе по барабану как ты тренируешься лишь бы ты никому не мешал вот и своим потом не заливал лавки что самое главное наверное вообще поэтому всегда простилайте на лавке полотенце вот но так как на этой тренировке я практически был один и мне было жарко почему бы не потренироваться так еще смотрите вот я сейчас отдыхаю довольно долго держа вес вверху да это абсолютно нормально особенно для хардгейнера потому что так вы сможете дольше нагружать свои мышцы скажем так у нас организм он довольно выносливый и иногда ему просто не хватает времени нагрузки чтобы нормально нагрузить мышцы практикуйте продли удлиненный подход с помощью такой техники то есть это абсолютно нормально нам мы не можем тренироваться так все люди тренируются потому что мы хардгейнер это определенная структура мышц вы довольно выносливые и поэтому иногда абсолютно нормально продлевать подход немножко отдыхая и продолжая подход буквально там пару секунд тут как вы сейчас видели отдохнули продолжили отдохнули продолжили сделали необходимое вам количество повторений так же самое можете делать если вы например неправильно подобрали вес хотели сделать 8-15 раз но поняли что на семьи вы уже не можете да все вы вздыхаете не бросайте вес вы сделайте небольшую паузу небольшую паузу и доработайте свои 8-12 повторений например да если вы уже 15 не вытяните просто с помощью этих паз пауз продлите себе подход до нужного количества импровизируйте уже внутри когда вы делаете уже подход импровизируйте не следуйте инструкции которые в этом себе придумали в голове потому что организм очень сложная штука все все не предвидишь да заметьте вот я сейчас делаю тягу блока к животу я делаю ее узким хватом они широким зачем я так делаю я хочу сместить акцент на ширину спины во первых и скажем так на ее глубину но тут ширина будет даваться спины за счет того что в народе до называются крыльями вот эту часть пины которая как раз таки дает вам ширину вот это v-образный силуэт позволяет сделать именно тяга блоков наклут на тяга блока животу она отлично дает ширину за счет того что у вас собственно растет эта мышца то есть это наружная часть спины очень хорошо развивается на том тренажере именно с узкой с узкой рукоятью это вот тяга тяга блока к животу скажу так одно из тех упражнений которые расти сразу и ширину и глубину спины здесь в этом упражнении кстати тоже идет акцент на эту же часть спины то есть это тоже будет расти вашей глубина и ширина одновременно именно эти упражнения позволяют создать ту v-образную фигуру которой многие стремятся да и это действительно классно работает это кстати одно из любимых упражнений если вы знаете актера джейсон джейсон да по моему зовут мама знаменитый аквамен да сейчас ним фильм вышел вот это одно из любимых его упражнений вот это я так и называю тяга мама и можете обратить внимание на его спину на и вообще на его комплекцию как раз вы видите что развита у него очень вот эта часть спины так называемые крылья они очень хорошо него развиты есть разные вариации выполнения это упражнение можете делать его кстати одной рукой можете двумя вот как здесь я сейчас делаю да а а вот опять обратите внимание только что я продлил подход я немножко отдохнул и доработал то что я хотел то что это о чем я вам говорил я довольно часто практикую и это классно работает вот кстати да как раз я сейчас вам покажу то же самое упражнение вы делать одной рукой она позволяет немножко глубже заводить руку назад это тоже одно из самых любимых упражнений мама я тоже называю тяга мама вот вариация одной рукой так как я часто вообще практикую тренировки одной рукой поочередно да и это позволяет лучше концентрироваться на мышцы скажем так мозгу просто легче концентрироваться когда вы работаете одной рукой на тренировке и посмотрите как хорошо работает спина действительно отлично работает и одновременно и будет и ширину и и в глубину расти в толщину хочу чуть-чуть рассказать по поводу вот может вы сейчас как раз на этом видео если что можете вернуться посмотреть по поводу просто физиологии из какой с каким типом крепления мышц спины костям вам пришлось родиться вот у меня мышцы спины крепятся довольно высоко и это скажем так определенным способом ограничивает те успехи которые будут у меня при тренировке спины наверно в принципе у меня генетически не очень склонна к тому что спина будет супер широкая довольно широкая но нет соревновательного уровня скорее всего это будет вот я конечно не планированные соревнования но есть ребята у которых вот эти мышцы спины крепятся ниже из-за того что я так понимаю за того что у меня такая поясница и довольно тут тонкая талия вот такое строение просто природы у меня такое с таким типом телосожжения спина крепится чуть-чуть выше если вот есть ребята которых практически нету талии то у них как-то и спина крепится более низко и это позволяет сделать ее в принципе шире но правда фигура не смотрится такой v-образная да то есть плюсы есть минусы моей комплекции мне конечно же все устраиваете всем доволен просто вы ребята должны понимать что есть генетика и тип креплений мышц определяет очень многое иногда просто вам нужно понять как как у вас какой тип у вас мышц какой тип комплекции чтобы просто понять как же вам лучше тренироваться и что у вас лучше будет где будет лучше идти прогресс на тоже хорошее упражнение вот я специально вам показал на блоках блоки из почти в каждом зале попробуйте дорабатывать вот этим упражнением то очень классно упражнение сейчас я сделал наклон назад да и сделал больше на глубину акцент в начале больше на ширину это очень хорошо помогает изолировано проработать вот есть такие специализированные тренажеры перед этим специально показал как это можно сделать на блоках вот на этом тренажере он конечно более удобен для этого и отлично здесь просто можно прочувствовать спину опять же тянем локтями к спине локтями к пояснице по минимуму включаем руки здесь максимально ваша задача заставить работу только вообще один сустав плечи вот так как это здесь сделать невозможно в этом тренажере да и не нужно в принципе просто просто больше думать о том что должны работать плечи они локти делайте движение начинаете его с плечей отличное упражнение и как и подтягивание помогает выравнивать спину если у вас есть проблемы с осанкой действительно хорошо повлияет на позвоночник она немножко вытягивает и выравнивает одновременно хорошее упражнение очень сильно рекомендуем обзавестись кистевыми лямками у тебя собой просто забыл взять их в турцию хотя я планировал делать тренировки ну просто забыл да но без них потренироваться гораздо сложнее с ними а с ними было бы намного эффективнее итак ребятушки наша тренировка подходит уже концу вот еще на заминку вам покажу еще одно упражнение очень классно здесь можно почувствовать спину из и практически изолирована поработать на спину конечно вы включаете руки но очень хорошо здесь можно почувствовать растянуть спину не гонитесь за большими весами просто почувствуйте спину если у вас остались какие-то вопросы по поводу этой тренировки потому что упражнение показано было очень много довольно разнообразно получилось и если есть вопросы задавайте под этим видео или пишите мне в инстаграм надеюсь было полезно что-то нашли для себя новое всегда можно найти что-то новое сколько бы не тренировали зале вот если что пишите комментарии какие-то свои любимые упражнения на спину если у вас есть такие и я надеюсь что вы забудете заходить ко мне еще на канал подписывайтесь чтобы не пропустить новые видео ставьте лайк если понравилось если нет пишите почему и какие-то комментарии все желаю всем успехов и крутых результатов ребята удачи удачи у у у а у Продолжение следует...